доброго времени суток дорогие друзья сегодня мой собеседник крестьян мунин из конго добрый день крестьян расскажи пожалуйста когда ты впервые попал в нашу страну в россию ну когда первые попали то было по поводу чуба это будет помню то было в ноябре я просто помню улетел около 13 ноября и здесь у вас и забудет 14 это будет день когда у меня будет день рождень а у меня цель табло учеба и я помню это было холодно вообще когда полете в россии я только одно сразу на привет и ты хочешь привет я знаю это просто привет здорово точно а ты хочешь опыта ничего не знаю что такое ты хочешь и вару порту по самому мидир априсад киборту пай и там было же кузьку и варка дина отчет вон из атихот и шатих фонизна по себе на воле интересное и пережива в одану летиву коми и срадите и на старо зате в тюни зашли каво зиесемно по со мной отрузил катурами и вагу но после то было страшно боится но сейчас сейчас я чувство как у себя дома вообще раньше вот когда у нас появились первые африканцы все чуть ли не пальцем показывали да неприятно было даже типа улице человек что на него обращают внимание а сегодня уже никто не обращает внимание то есть ну как бы тебе сказать мы многонациональная страна и тем более что наши страны многие страны африки дружественные страны вот уже долгое время мы поддерживаем дипломатические отношения и вот то что студенты у нас учатся и скажи пожалуйста вот ты учился там в твоем вузе которым ты учился то были разные национальности разные были народы или только именно вот допустим африканцы только с тобой учились в одном но когда учился у себя на родина просто это было просто между конголеза я иностранец там не было вообще это иностранец было в университете я просто в университете я делал только год я не продолжать все потому что год или потом при его сюда а здесь просто я строчил много нас у на коту дружбы до сипа а как вы говорите раньше не показать пальцу конечно на ваша показать сейчас это не как было раньше когда я понимаю почему много русский много иностранец на показать пальцу потому что россия раньше не было в африку вы маконизация россия не было в африку россия это франция бельгия поэтому у нас отношение франции бельгии табуна по другому чем россия поэтому если она показать я поняла есть такой другой город который в север который новосибирске благо кавкар они ни разу не были видеть он они всегда видеть он только в кино и когда ты ходил там они начинали на тебя смотреть мама это они взять в окончании трогат это человек но это не как было раньше сейчас потому что когда ты ездил любое место него фото можно фото можно а сейчас можно ездить везде спокойно фотку никто тебя не спасет гулять смогу свободно но есть везде свои плюсы свои минусы но как любой страна но как как было ваши сейчас это никто это не как я вижу это чуть-чуть получше чем ваши я вот еще спросил тебя ты когда здесь учился в твои в твоей группе до в твоем вузе там разные были национальности разные народы или только вот отдельно допустимо твои земляки африканцы учились отдельно ли ты вместе с другими народами учился вместе но когда я учился там в россии в россии здесь в россии подготовить и под фоядерам ростов там это было просто и на стране из нигерии из индия из куба это это подготовить и почему подготовить и потому что надо изучать языка конечно я вообще а когда поступить теперь на первых в москве там я и на стране и на стране было много а я просто было один из африка и поэтому я выучил каприз на человек да мы же серия меня было вокруг меня помогать сама пламя шокатуя я запомнила плюсы если у меня будет акуши тяжело момент они си дабы ряда меня помогать поддержать это объяснение потому что делать только один один год на подпад файк подряд или по-русски не может говорить по-русски как 7 это очень тяжело потому что преподавать и рассказать по поводу лексия и тебе надо после запомнить после дома если запомнить получилась передач после смотри фильм это слово либо попросить кого не будет тетрадь он тебя объяснит поза я у меня группа брак лично не меня помогать вообще постоянно да и я не даю спокойно если не понимаю ничего я им тоже не даю спокойно в общем ты получил техническое образование инженер да но горный инженер у меня обогащение полезен скопали меня на завода до работа вот и сейчас уже пришло другое время пришло время когда на страны африки и россия объединяются все больше да потому что уже понятно наверное всем что от европы скажем да уже того что дождались уже лучшего наверное не будет вот и поэтому взаимоотношения между нашими народами укрепляется и у тебя возникла идея создать такой проект чтобы рассказать африканцам да о том как здесь жить в россии да как люди живут россии потому что в африке очень мало тоже об этом знают как эта идея возникла у тебя но идея табула у меня возникает давно потому что у меня первого образования журналист я на тебя дела позже я занимался интервью табула между коммунезанной жизни начисла кома из россия я просто делаю виду я отправил наш репортаж и репортаж и youtube отправить табула просто меняла потому что на родной языке в коммунезанной либо французский отправить теперь время пришло я я бросил пресса всем лет назад ничего не заниматься до заниматься до господа и у меня все друзья всегда меня давид почему почему ты бросай пресса у тебя талант получалось получать хорошо почему не босса ну и такое желание было вообще босса и потом через совесть через меня ну давид я хочу вообще постановить это старый любовь это обресса почему я решил потому что я решила настроить это что я заметила просто россия и африка атмосфера 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 в африка в интервью интернет видео для россия документы для россия дилла африка вообще у нас очень нету нами мало очень поздно организма они думают на россия африканская нестрадавна рассета не лирко тату же тяжело сестра на есть свои плюс espace минус да но это не как они нам показать алина показать но здесь это очень рожей здесь вообще людей не живут здесь вообще скинка да ну пиво это вообще все вообще очень 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 тяжело я пулера я пошел в горле женира у меня друзей у самара они врач посвали саду врача они работают в больнице а не то ли думать по сафриканский банк работа они туман вообще уху хуже после у меня такой цели меня такой проект и хочу показать по-другому позитивно как африканский же живет как они работают как они учились а как они живут в общежитии как но это теперь ну да да как живут россии как жить россия и дуга 100 скажи пожалуйста еще и перебью тебя вот ты сегодня вы чувствуешь себя в москве вполне спокойно уверенно наверно да да уже нет такого что ты как будто где-то знаешь среди чужих людей всегда наверно есть и русские какие-то уже друзья появились да не только твои земляки есть русские люди с которым ты поддерживаешь отношения но очень много много да лучше много то есть если допустим какой-то проблемы случается у тебя есть кому обратиться с кем поговорить пообщаться где провести время в гости если есть потому что у нас же на вас где вы можете сказать что россия гостеприимная страна ну россия проситку место она и после этого я хочу показать за сторону кассе я хочу покажу другой стороны тоже африко тоже быть можно показать другой странах или потому что много кусками не знаешь африка точно потому и мы же ходи на улице не тебе спрашивали в африке машина есть машина дома есть машина такое они думали живут в джунгле они думают после хочу теперь показать уже по другому в африку африка тоже современные до северного в африке то есть уже вместо которого можно ездить туризм в африке тоже есть знаком место к тут можно же в твоей семье сколько детей у нас в 5 детей и 3 1 в россию я один в россии и после хочу показать еще в россии кулинарный африканский потом у нас тоже много жидан который русский не пробовал они не знали не куша это тоже кулинарный вот мы что знаем допустим мы знаем египет там допустим да мы знаем может быть какие-то страны новая гвинея тогда еще какие-то экзотические такие страну виз виз виза и страна который сюда ездить виза гипс и марокко или туризм а вы не сдавали не знакома вы не сдать камеру на камеру на камеру на камеру на герой не сдали гана виза позиция занзиба в тазани как хорошо место для для хотя на самом деле там много интересного интересного вы не сдать гома гома того конга это кашу место три ви не сдать боку вы не сдать ломи вы не знать сантрад на знаешь для русских вот я извини что прибываю всем здесь кажется что там вот где ты живешь тут я хижина из какого-то камыша в основном люди живут деревнях показывают нам что какие-то полу дикие народы и ползают змеи какие-то и давить и страшные звери крокодилы да была такая песня мультик я не знаю в африке акулы в африке гориллы в африке большие злые крокодилы они такой знать минус африка на сторону негативно нам нужно показать позитивно по другому африка и по другому россии просто нам нужно такой показать поэтому это проект который меня вообще на голова это я не буду бросить оплате я буду достигать это под до конца надо получать результат скажи пожалуйста какие социальные сети в африке пользуются популярностью своей который популярный у нас фейсбук у нас теперь это тик ток у нас тоже инстаграмм тоже это три популярен и но ютюб это просто проведена он сама главная фейсбук инстаграмм тик ток ютюб тоже на телеграмм вообще-то не слишком много мужчины даты которые это попила который надо показать что а своих не до таких своих местах сетей но вместо сети который для канал есть у нас уже сайт уже на построить стать это мумак мумак точка в мумак это значит манку в магазин почему именно где нам он будет магазин мир открыть и новыми открыть поэтому так называется мумак 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 пришло в общем время народам африки как бы не сидеть сложа руки а понять что мир большой обширный и не надо бояться взаимоотношения с другими странами особенно с нашей страной с россией я думаю что наши народы будут дальше укреплять взаимоотношения и мы будем друг другу с помощью журналистики с помощью других проектов будем сближать наши страны наши народы и я думаю что в африке очень много таких мест где стоило побывать туристом да есть что посмотреть а мы всегда рады принимать мне кажется здесь у себя африканцы потому что я знаю что жители африки это люди очень трудолюбивые это люди очень честные открытые не такие знаешь как бывает вот как сказать всякие люди в основном в основном в основном мы как я знаю вот я дружил спокойным пьера нарциссом мы записали на как он был очень открытый человек он был верующий человек он разный был скажем да но он тоже говорил о том что больше все-таки хороших людей везде везде и он все-таки здесь нашел себя и так далее поэтому я думаю что многие африканцы смогут здесь найти работу наши люди будут помогать африке африка будет помогать нам и хочется думать что вот этот проект который ты будешь делать он обязательно осуществится сбудется и совместными усилиями мы как сказать будем вместе строить светлое будущее это нам нужно просто поддержку документарь язык и дебюдива фрика язык и дебюдива фрика язык и дебюдива дизельство рассета тоже не лирко потому что медиа на своей личной финансы я и другого медиа копит это материал купит аккаута код но просто самое главное просто не хочет показать подругу и мы очень при пригласить сервис который очень помогать нельзя с открытым и ждать ваша поддержку ими пригласить все российские русские которые ты ездил в африку и переживать африк это хорошо континент африками себя на африк это не континент африк это стон а потому что не бика не дружина единое пространство так было все дарут народу там дружеств으면 навык это не африка 8 концы нять африки то это страна потому что-то будет м fits а по моему неплохо как и ко всем народам но русские от настолько хорошие потому что визатель как каждый человек и свой карактер тоже потому что другой человек очень капризный это миссии это это лесен людей, которые только признаны, это каждый человек, да вот. Кристиан, я очень благодарю тебя за это интервью, я думаю, что мы еще не раз с тобой поговорим, обсудим, сравним и кухню, и поговорим о разных странах Африки, поговорим о каких-то отличиях, да, о каких-то сходствах, вот, и продолжим, еще будем общаться обязательно, я желаю, чтобы все твои планы, которые ты задумал, чтобы ты вернулся в сферу СМИ, журналистики, и чтобы все народы и страны Африки были счастливы, чтобы был мир во всем мире, да, хочется этого всем пожелать, насколько это возможно, всегда не бывает так, что нет каких-то конфликтов, но тем не менее, есть люди, которые находят общий язык, те, кто стремятся друг друга понять, они обязательно поймут, согласись, что бы ты пожелал жителям России, нет, я хотел спросить тебя, что бы ты вот конце пожелал жителям России? Ну, пожелаю, все нормально, все доброе, все, само глава, они просто открыть тоже, потому что, африканские, есть тоже много проблем тоже, проблем за документы тоже много, африканские есть, просто если они подумают тоже по поводу позже документы потому что если человек нет документу как чего можно работать ну да человек может просто бегать налево-направо то это тоже большой проблем который у нас африканцы здесь у вас я просто я думаю надо упростить это на вас и тоже они тоже подумать то что чуть-чуть по поводу нас по поводу документами они очень жесткие нам тоже это я сами просто подумать это будет но я думаю что приходит такое время когда будет это все упрощаться наши руководители государств сегодня стремятся к тому что мы все объединились и мы как простой народ должны поддерживать свои правительства и свои народы надо объединять спасибо тебе всего доброго но спасибо поживом увидим до зажива будет хорошо и бить дорогие друзья пример с лучше спасибо спасибо